Всем привет! Напишите, как меня видно, как меня слышно. Видно, слышно хорошо. Окей, отлично. Будем тогда начинать. Так, ребят, рада всех приветствовать. Сегодня будет интересная тема. Честно, пока делала слайды, хочется сказать, ну, ничего особенного, да. Ну, то есть, все знаем, умеем однозначно. Я просто делала слайды, и вот такие простые действия оказываются, да. То есть, вроде бы как, вот, там, бриллиантовый директор, там, высокие звания в компании. Но у меня 30 слайдов, 30 таких важных составляющих, ну, для каждого человека, что нужно уметь делать, знать, какими качествами обладать. Все легко дублицируемо, легко повторяемо, и всему можно научиться, и можно любому человеку стать лидером компании Reflame с высоким званием, с доходами, достижениями, премиями, автомобилями, путешествиями. Поэтому, ребят, сейчас слайды видно всем? Слайды видно всем? Кто сегодня у нас на вебинаре, я прошу взять листочек или блокнотик, я писала. И на каждом слайде будет какое-то действие или какое-то качество. Себе просто проставьте. Делаете, умеете, не умеете, и поставьте, или это плюс, или это минус, или это еще на 50%, да, и в конце подсчитайте, вот сколько у вас будет реальных плюсов на эти слайды, да, и увидите, над которыми пробелами еще нужно поработать, какие качества еще нужно наработать, да, и среди людей потом, у кого будет больше всего плюсов, да, ну, то есть в конце напишите, у кого сколько плюсов, и среди самых больших цифр разыграем координацию, да, и потом проведу координацию человеку лично. Ну, такое, да, ну, то есть замудрено для того, чтобы вы не просто слушали, для того, чтобы вы писали и запоминали, и понимали, над чем нужно поработать. Я хочу сказать, все очень просто, очень просто, и вот все, что вот я делаю, я знаю, как я себя веду, какие качества я обладаю, да, я, то есть вот это все просто написала вам, показала, и сейчас просто проанализируйте себя, да, и в каких направлениях нужно еще работать. Так, поэтому приступим. Самое первое. Привет. Самое первое, то есть каким должен быть человек, да, человек должен быть обучаемым. И вот сразу за себя подумайте, да, то есть вот есть у нас чаты, вебинары, видеоуроки, ютуб, книги, тренинги, семинары, планерки, созвоны, и вот просто проанализируйте, вы везде или вы нигде, или вы наполовину, или у вас есть какие-то свои приоритеты, то есть вот везде вы должны обучаться, то есть насколько вы читаете книги, насколько вы смотрите вебинары, насколько вы просматриваете видеоуроки, которые вам постоянно скидывают. О, Леша, это обучаемый человек, это на 100% можешь поставить себе плюс жирный. И вот всегда важно помнить, вот век живи, век учись, учение свет, не учение тьма, да, и есть люди, которые говорят, ой, но я это знаю, что ты мне рассказываешь. Нет, успешные люди, они постоянно учатся у других, у многих, по-разному, да, там тренинги, аудио, видео и так дальше. Поэтому сейчас для себя поставьте. Да, невозможно все знать, и чтобы очень важно, чтобы каждый человек для себя понимал, что мне еще учиться и учиться. А то же есть много таких, которые вот я все знаю, но я еще не директор. Я все знаю, все делаю, я пахаю, вот все, все понимаю, знаю, да, но я еще не золотой и так дальше, да. Значит, еще не все знаете, да, ну то есть есть еще поучиться, да. Вот, поэтому себе поставьте, легко ли вы обучаетесь, много ли вы обучаетесь, просто проанализируйте, сколько вы обучаетесь, сколько книг было прочитано вот в прошлом году, да. Вот, Леша, напиши, сколько книг ты прочитал? Леша, сколько книг прочитал? Человек, который просто, вот, более 50 книг, вот это обучаемый человек. Я книг меньше, может, читаю, но я очень много разных семинаров, тренингов, я тренингов очень много прошла в этом году, ну и на практике, да, вебинары, вот разные вебинары вот успешных, ну то есть, да, книг я меньше, но все равно более 10, где-то точно прочитала. Так, вот, вот, ребят, и опять себе думаем, плюсик поставить или минус. Важно задавать вопросы. Всегда я задаю вопросы, ну, я здесь писала то, что делаю я, да, я задаю вопросы всегда, везде и всем. По бизнесу с Арифлейм, по бизнесу другому, задаю вопросы всем бизнес-тренерам, которых я проходила, задаю вопросы во всех чатах, во всем лидерам, на всех вебинарах. Вопросы, вот, я написала вопросы в чатах, вопросы спонсору, вопросы на вебинарах. Чем больше вопросов у вас, тем больше ответов вы получаете, тем больше знаете, тем больше можете применять на практике. Поэтому для меня это важный критерий. Я сама такая, и рекомендую и в вас развивать это качество. Задавать вопросы постоянно. Вот, это важно. Дальше. Активность, обратная связь. Ну, то есть тут активность в чатах, активность на вебинарах. Да, почему? Почему я всегда предлагаю активничать в чатах? Почему я всегда делаю какие-то розыгрыши за активность в чатах? Да, и активность в чате вайбер приоритет, и активность на вебинарах. Потому что если вы развиваете свою активность, даете обратную связь, вы развиваете себя. Поэтому я в себе ее, ну, то есть у меня ее достаточно, и я развиваю эту активность в других. От всех требую обратную связь. Да, то есть это важно. Не нужно оставаться наедине с собой. Нужно быть вот коммуникабельным человеком везде. Взаимосвязь со спонсором. Вот сейчас вы, новичок, проанализируете, или вы, менеджер, проанализируете, сколько и как вы взаимодействуете со спонсором. Как вы взаимодействуете с партнерами? Как вы взаимодействуете с командой? Ваши это партнеры, или это партнеры ваших спонсоров, или это просто чат, в котором вы находитесь? Как вы взаимодействуете с лидером? Это уже менеджеры, которые есть в менеджерских чатах. Это уже директора, которые есть в директорских чатах. Важно быть активными в любом том окружении, в котором вы находитесь. Тем более среди менеджеров, среди лидеров, среди команды, среди партнеров. Это очень важно. И поставьте себе плюсик, если вы на 100%. Давайте только будем честны перед собой. И если вы в чате пишите «Доброе утро», это еще не стопроцентная активность. Если я рекомендую писать отзывы, писать рекомендации, писать отзывы про вебинары, делиться какими-то своими достижениями, как день прошел. Сегодня я задала в чатах вопрос о том, мечтаете ли вы быть в Таиланде три недели. И два ответа в одном чате, два ответа в другом. Почему так? Вы не проявляете эту активность, вы не шевелитесь. Для меня это важно. Я всегда активна в любом, везде. В чате со спонсорами, с партнерами, с командами, с параллельными лидерами. Везде. Поэтому я такая. И я бриллиантовый директор. Поэтому это на мое усмотрение. Это важное качество. Поэтому развиваем в себе такую активность и развиваем в себе такую вот обратную связь. Потому что вам хочется, чтобы с вами были активны. Станьте активны и вы. Идем дальше. Ответственность за свой вебизнес. Вот тут вот классно. Картинку нашла. Итак, вы готовы снять с себя ответственность? Вращайте барабан. Вот видите, ну, связь. То есть человек играет в лотерею. И сейчас, ну что, кого бы обвинить, да? Вот. И выбираем. Ну, это все так в жизни у нас, да? Но вы самый первый человек в своем бизнесе. И этот бизнес растет, так как приняли решение вы, так как хотите вы. Вы настолько ответственны. Вы за этот бизнес. Если что-то не идет, ребят, вы первый человек, которому нужно меняться, которому нужно усовершенствоваться, которому нужно развиваться. Ни спонсор, ни партнеры, ни компания, ни продукт, ни доставка, ни праздничные дни. Никто не виноват, что у вас не было нового уровня в том каталоге. Вы. Вы ответственны за свой бизнес. Вы сто процентов ответственны за свой бизнес. Или все-таки ищете. Вот тот так растет. А тот медленнее, а тот быстрее, а у того есть, а у того нет. Там спонсор, там не спонсор, там партнеры спящие, услышали и так дальше. Можно много кого обвинять в том, что у вас нет уровня. Но самое главное понять, что именно вы ответственны за уровень в своем бизнесе. Поэтому вот вам легкий, простой пример. Поставьте себе плюсик. Так, кто к нам новенький зашел, кто к нам новенький зашел, я напоминаю, что сейчас вы по всем слайдам ставите плюсики. У кого на сто процентов развивается это качество, да, или навык, или действие. У кого не на полностью, то ставите себе плюс-минус. У кого не полностью или вообще, ставите себе минус. И потом подсчитаете, сколько плюсов у вас получилось. Все поняли, напишите, все поняли, кто ставит плюсик. Так, все, все поняли, идем дальше. Ну, кто опоздал, я не виноват. Кто опоздал, тот, значит, не на сто процентов ответственен за свой бизнес, да, за свою жизнь и так дальше. Так, вот, сто мечт. У кого есть сто мечт написанных? Постоянно, на каждом, практически на каждом с вебинаров мы говорим, напишите сто мечт, 80 свет, напиши сто. Вот, ну, почему-то говорят, напиши сто. Почему мы пишем на 80 процентов? Почему мы пишем на 80 процентов? Мы хотим быть сто процентов ответственны за свою жизнь. Везде, это не только я говорю написать сто мечт. Все коучи, все бизнес-тренеры, все практики, все психологи говорят, напишите сто мечт. В этом вы развиваетесь, в этом вы расширяете свой кругозор, в этом вы стараетесь работать, работать своими мозгами, чего же я хочу. Поэтому каждый год прописать и каждый год в конце года анализировать, то есть вычеркивать, что у вас сбылось, и переписывать заново. Как я говорила, я свои прошлогодние повычеркивала, более 50 сбылось, потом начала писать новые, но у меня уже даже те, которые были 50 несбывшихся в прошлом году, некоторые мне уже и не надо. То есть поменялось какое-то мышление, какие-то желания, и у меня уже есть новые мечты. Поэтому постоянно нужно их переписывать, постоянно нужно над ними работать. Еще можно и больше стать. Чем больше будет, тем лучше. И вот самое главное, когда вы их пишете, нужно в них верить, потому что вот я во все эти высказывания, во все эти картинки, я верю, и я верю просто в них. У мечты есть приятная особенность сбываться, это мой девиз, вот я в это четко верю. И вот, да, про веру тоже еще поговорить. Поэтому 100 мечт есть, значит, работаем дальше. Дальше. Принятое решение. Если мы сегодня говорим про то, как стать лидером компании, да, директором компании, у вас должно быть принятое решение. Я буду директором компании, я буду лидером компании, я работаю над тем, чтобы стать лидером компании, стать директором компании. Лидером компании, то есть с глобальными целями, это лет 2-3-5, директор это как минимум на год, да. То есть план такой, да, то есть принятое решение. То есть если принятое решение, значит, у вас будут расставлены приоритеты на эту работу. Но кто-то сегодня пришел на вебинар, а кто-то не пришел. Кто-то пришел вчера на планерку, а кто-то не пришел, да. То есть у каждого принятое решение по-своему. У кого-то это на 100%. Вот у меня, когда было решение принято изначально, что я хочу здесь быть лидером, никакая другая работа мне не нужна была, никакие отмазки, никакие отговорки меня не останавливали, никакие трудности. Я не опускала руки, я приняла решение, я буду тут лидером компании. Я есть лидер компании «Рифлэйм». И поэтому у вас должно быть твердое решение, твердое решение ваше, не навязано мной, не навязано спонсорам, не навязано никем. Если это ваше внутреннее решение, оно принятое, вы достигнете. Если вот сегодня вам спонсор сказала, пиши план стать директором компании, то есть человек написал план стать директором компании, а муж сказал, зачем тебе тот директор компании, иди на работу, ты завтра пошел на работу, это не принятое решение. Принятому решению нужно быть преданным, да. Поэтому, ну то есть понимаете, да. Если вы пошли на работу, у вас принятое решение идти на работу. Если вы выбрали сидеть дома в декрете и не рекрутировать каждый день, значит, у вас нет принятого решения быть здесь лидером. Потому что если у вас есть свободное время, вы должны каждый день это свободное время выделять здесь, для того, чтобы осуществить свое принятое решение. Поэтому это тоже напишите себе плюсик или напишите себе минус. Так, планирование результата. С кем провожу координацию? На многих вебинарах мы говорим, напишите свою глобальную цель, напишите цель на год, напишите цель на каталог, и в итоге получаются планы цели на каждый день. Когда провожу координацию с людьми, у тебя есть план на этот каталог? Нет. Почему? Но есть конкретно вам указано, да, то есть сказано, напишите глобальную цель. Какая глобальная цель у вас в компании сейчас? Подумайте, есть ли у вас глобальная цель в компании? Ну, быть не просто директором, быть золотым, ну, то есть за всю жизнь, что вы хотите достичь у компании, да? Быть бриллиантом, быть президентом. Я сразу, когда пришла в компанию, мне сказали написать 100 мечт. Первая мечта у меня была глобальная – стать президентом компании. Сразу, когда мне сказали написать 100 мечт, я написала 100 мечт, и первая у меня была сразу же глобальная цель. Какая? Какой максимум я хочу от компании? Я хочу от компании миллион долларов. Вот это моя глобальная цель. Дальше, естественно, разбиваем на год и так дальше. То есть на ближайший год – это цель директор, или у кого-то золотой, или у кого-то бриллиантовый, да? И дальше от цели на год, как мы вчера разбирали с вами, да, появляется цель на каталог. Сколько нужно рекрутировать в каталог, чтобы достичь цели на год, да? И, то есть, вот, и опять же, каждый новый каталог пишите свою цель. Почему не пишите? Ну, я не могу сесть, приехать к вам домой, взять ваш блокнот и писать эти цели. Напишите, что я в этом каталоге выхожу на новый уровень в компании. Вы все хотите, но кто уже написал, кто уже написал цель на этот каталог? Кто цель на этот каталог написал? Какой уровень вы достигаете в конце этого каталога? Не все написали. И поставьте минус, кто не написал. Большинство не написало, я уверена. Я уверена, кто не написал, кто не написал. Какой уровень у вас будет в этом каталоге? Кто не написал, в блокноте должно быть написано, в этом каталоге я достигаю уровень 12%, в этом каталоге я достигаю уровень 9%, в этом каталоге до 25 января я достигаю уровень 15%. Большинство не написали все равно, поэтому молодцы те, кто написали, двигайтесь вперед, верю в то, что ваши цели сбудутся в этом каталоге, ну и, конечно, те, кто не написано на бумаге, только в голове. Ребят, в голове, это в голове, наша вселенная не, смотрите, в голове 75 миллионов мыслей каждый день, или тысяч, 75 тысяч мыслей каждый день. В общем-то, я не помню, сколько, ну, в цифрах, да, но очень-очень много. 95% это негативные мысли. Вы представьте, как вашей вселенной понять, что вы хотите сегодня или завтра. Поэтому все, что, и вы неосознанно, вы начинаете думать, вы подумайте сейчас о том, сколько много плохого вы думаете за день. Какие-то мысли, они идут, 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 или какие-то негативные, тут бах, начали думать про позитивное, но все равно про них. И как вселенной выделить то, что вам важно. Ну, это Алла Клименко говорила, сколько в голове за день, или 75 тысяч, или 75 миллионов, но то, что 95% это негативные мысли. Ну, и вот, и если, когда вы пишете, вы, то, что вам важно, вы написали. Вот, и вот эта вселенная выполняет то, что вы написали, а не то, что у вас в голове. Поэтому, ребят, ну, я придерживаюсь этих правил и рекомендую вам прописываем глобальную цель, прописываем цель на год 2020 и пишем цель на каталог, каждый каталог, и, естественно, расписываем план на каждый день. 75 тысяч, вот, Люда подсказывает, 75 тысяч мыслей в голове. И планирование дня. Основные важные задачи в ежедневник. Если у меня расписан ежедневник, значит, я выполняю эти задачи. Если у меня день не расписан, у меня в этот день хаос. Это я за себя. Когда у меня расписан почасово, я хоржусь с собой, потому что я выполняю все эти задачи. Когда не расписан, не выполняю. Поэтому все, что вы напишите, вы выполните. Если вы чего-то не напишите, потому что оно остается у вас в голове, тогда вы это не выполните. Ребят, вот, в принципе, сделать что-нибудь, помыться, сделать что-нибудь, да? Что-нибудь делаем, пишем рекрутинг, рекрутинг, проведение встречи, номер телефона записали, встречу провели, на встречу сходили, заказ забрали, видео про заказ записали, скрин-чат скинули, партнеру позвонили, новичку позвонили. Все, записали, все. Если чего-то не записали, если чего-то не записали, значит, оно у вас не сбывается. Ежедневный рекрутинг. Есть ли у вас ежедневный рекрутинг? Тут будет плюс у одного или два человека с этого всего списка людей. Есть ли плюс у вас? Есть ли рекрутинг каждый день? Вот, и мало того, рекрутинг, нужно стремиться к минимуму, к одной регистрации в день. Я выводила неоднократно свою статистику, бывает, ну, я не говорю, что вот каждый день регистрация, но общая моя статистика за весь перед... Смотри, Анелина пишет, только нема это диколый блог. Ты можешь рекрутировать не в Инстаграм, ты можешь пойти тогда, когда блог, ты можешь пойти рекрутировать в Фейсбук. Ты можешь пойти рекрутировать по списку знакомых. Вот. Поэтому рекрутинг ежедневный. Вот в празднике, я говорю, в празднике мы рекрутировали знакомых, им предлагали, напоминали про наши предложения и так дальше, да? Вот, поэтому, вот, и я проанализировала свою работу за пять лет. У меня регистрации, вот, ровно столько, если разделить их на пять лет, как раз получается одна регистрация в день. То есть нужно выходить на такой план. Ну, однозначно. Сегодня может быть, в этом каталоге может быть пять регистраций, а в следующем 25. Те 25 покрыли регистрации в этом каталоге, да? То есть, ну, понимаете, да? Вот. Поэтому, чтобы ежедневный рекрутинг. На протяжении пяти лет у меня рекрутинг, ну, бывали дни, да, там, праздник, день рождения. Ну, я и в день рождения и свой, и всей своей семьи все равно рекрутирую. Если я не рекрутирую онлайн, я рекрутирую оффлайн. Но, да, бывают там какие-то выпадения на мелкие какие-то дни, но в основном это ежедневный рекрутинг. Даша спрашивает, планирование дня есть или нет ежедневно планирования дня? Ежедневный рекрутинг. И идем дальше. Личный ПО в семью. То есть, вам важно быть стопроцентным пользователем. Вам и вашей семье. Это у меня есть, то есть, у нас вся семья. Я, малой муж, то есть, мы пользуемся исключительно средствами этой компании. То есть, для меня это важно. Любой уважающий себя сетевик, он стопроцентный пользователь своей компании. Поэтому рассказывать, что мне не подходит там зубная паста или не подходит мне шампунь, это уже отмазки, отговорки, причины. Ассортимент такой, когда можно найти для всей семьи продукты исключительно компании. То есть, ну, с этим, да, есть выбор. С этим, я думаю, в основном у многих есть плюсик. Но если это новичок, то еще не плюсик. Поэтому, если вы новичок, вот над этим нужно еще работать. Дальше. Организация товарооборота в окружении. Опять же, для того, чтобы вы не были просто теоретиком, как организовать товарооборот со своими знакомыми, вам важно, чтобы у вас тоже было минимум пять клиентов постоянных. Но и с каждым каталогом нужно увеличивать количество клиентов новых. Я в этом направлении тоже работаю. И это не считается продажами, да, как и многие. О, ты продаешь. Я не продаю. Я рекомендую классный продукт, потому что мне интересно, чтобы моим продуктом пользовались другие. Продуктом моей компании пользовались другие. Потому что я понимаю, если этот человек пользуется, ему понравилось, он может дать рекомендацию своему окружению, да. Только с этой точки зрения я рекомендую дальше продукт. Не с целью продажи и заработка, не с целью продажи, а с целью, потому что у меня есть глобальная цель. У меня есть глобальная цель быть мегалидером компании. Поэтому я люблю свой продукт на 100%, и я рекомендую его на 100%, потому что от моей рекомендации идут другие рекомендации, идут рекомендации, рекомендации. Поэтому это тоже важно. Многие говорят, у меня не появляется новых клиентов. Почему? Потому что вы не задались такой целью. Новый клиент я сама, честно, могу покупать на 200, 300, 500 баллов, но у меня всегда есть клиенты. Я всегда рекомендую, для того, чтобы быть примером, практиком, но не просто теоретиком, как это рекомендовать. Поэтому это тоже нужно уметь. Тем более, очень хорошо уметь рекомендовать Wellness и Innovage. Это те продукты, которые приносят результат и которые принесут вам хорошие рекомендации и хороший ТО, хороший товар, оборот. Согласны? Вы, как я на картинке показала, магнит для своих клиентов, для того, чтобы люди к вам прилипали. Ну, то есть нужно учиться этому. Дальше. Обязательно в вашем списке дел должно быть приглашение людей по списку знакомых. То есть у всех есть подружки, у всех есть кумушки, родные, сёстры, братья. Например, вот, ну, и очень часто получается, да, что человек сразу отказывается от своего списка знакомых, а потом, когда он уже вроде бы как готов, он идёт по списку знакомых, а там уже тот 15%, тот золотой директор, тот ещё кто-то. Помните, если не вы приглашаете своих знакомых, то кто-то с интернета пригласит ваших знакомых в этот бизнес. Всё равно будут, я всегда говорю, все здесь будут. Кто-то придёт и уйдёт, а кто-то придёт и останется. Все здесь будут. Ну, кроме скептиков полнейших. Постоянно возвращаться к списку. Вот тоже, когда провожу координации людям. Ты список знакомых приглашал? Да. И что, ноль полный. У тебя уже уровень новый, 12%, 15%, новый доход, ты побывал выбиться, ты по второму кругу пригласи, потому что у тебя уже есть результат. Поначалу они отказываются, потому что у вас ещё нет результата. Как только у вас появляются результаты, ваш список знакомых идёт к вам. Поэтому, вот, и вот, как только есть новые результаты, вы делитесь про них на своих страничках постами, делитесь нажималками, делитесь лично, и всё равно круг тёплый к вам возвращается. И важно тоже понимать, что, что хотел сказать, быстро мысля убежала. Но вам комфортно будет ездить на банкет директоров со своей кумой, подругой, если она будет директором в другой команде. Вы директор в нашей команде, своей подруге вовремя не предложили, ей кто-то предложил на другой команды в интернете, и она сделала директора. И вот вы поехали на банкет директоров только одна за одним столом, а другая за другим. Вот про это, вот это ваша глобальная цель. Поэтому сейчас не бойтесь написать своему окружению, напишите, что сейчас начался Новый год, Новый год роста. В конце года заканчивается квалификация на банкет, и я хочу в этом году пройти квалификацию на банкет, но если ты будешь работать со мной, мы пройдём её вместе, поедем вдвоём уже на следующий банкет. Потому что в этом году он был очень крутой. Вот, всё. Вот таким образом можно это рекрутировать. Как я ещё рекрутировала список знакомых, я говорила, я тебя регистрирую, потому что я буду помогать людям становиться директорами. Но если ты хочешь, я буду помогать тебе. Если ты не хочешь, я буду помогать чужим людям. Поэтому давай я начну с тебя. Потому что у меня глобальная цель была только растить тут директоров, и всё. Тринадцатый пунктик. Приглашение людей в интернет. Но я думаю, это делают все, кто ещё не делает, ставьте себе жирный минус и начинайте это делать. Инстаграм, Фейсбук. Как минимум две соцсети нужно приглашать. Как минимум две соцсети. Есть ещё разные другие, да, но как минимум две. Может, у кого-то есть контакт, я знаю, приглашают. Кто-то приглашает, кто-то с одноклассником. Вот. Почему? Потому что Инстаграм заблокировали, пошёл в Фейсбук. Фейсбук заблокировали, пошёл в Инстаграм. По списку мы обсудили. Поэтому ставьте себе жирный плюс. Плюс, что вам нужно будет? Свой YouTube-канал. У кого есть, ставьте плюсик. У кого нет, обязательно думайте об этом. У меня, мне никто не учил делать свой канал YouTube. Никакой лидер мне об этом не рассказывал. Я просто для себя поняла, что мне важно давать своей команде, своим партнёрам какие-то видео, да, какие-то мои видео. Видеоконтент сейчас это большой помощник в работе и для кандидатов, и для уже действующих партнёров. Для кандидатов вы записываете новые какие-то видосики, да, для существующих партнёров вы записываете обучающие. Поэтому свой канал YouTube вам очень надо, будет однозначно. У кого ещё нет, обязательно заводите. И тут отдельно два, да, то есть на канале YouTube. У вас должны быть свои видео по продукту. Эти видео могут быть как направлены на кандидатов или на клиентов, и также направлены на партнёров и потребителей. На канале, ну, то есть у вас в копилочке должны быть видеорекомендации. У меня на канале YouTube есть целый плейлист, где я делюсь отзывами любимых продуктов. И вот, например, в этом каталоге что-то появляется классное по скидке, а у меня уже 4 каталога назад видео про этот продукт записано, и я как рекомендацию его бросаю уже в этом каталоге. То есть один раз проделана работа, она принесёт вам результаты, плоды потом, да. То есть видеорекомендации. Возьмите себе как план 2-3 видео по продукту записывать в каталог. Это несложно. И вы изучаете продукт, и вы учитесь говорить, и вы учитесь рекомендовать. Кто-то увидит с партнёров, закажет, кто-то увидит с клиентов, закажет, кому-то будет полезно, кто-то просто очередной раз убедится, что классный продукт, да. И обязательно, то есть, ну, это то, что я делала всегда и продолжаю делать. Видео о вашем заказе каждый каталог. Я делаю это каждый каталог. Забрала заказ, или сразу же на офисе я делаю эту распаковочку, или дома, когда всё разложила, и с малым я это делаю, и со Славиком я это делаю. И вот, что мне это даёт? У меня есть свой чат по продукции. Это видео я бросаю в чат. У меня есть чат по продукции наш, да. Напишите, кто брал полезные рекомендации с моих видео о заказе. Очень многие смотрят мои видео о моём заказе, да. Вот, я даже могу посмотреть. Всегда есть просмотры. Вот, вы берёте что-то полезное, да. Вот, и поэтому я рекомендую, да, вы будете точно так же полезны и другим людям, если будете записывать свои видео про заказ. И вот, последний заказ, который мы сделали, это было, это было, каждый раз я усовершенствую. Вы зайдите, просто посмотрите на канал YouTube ниже, какие у меня были видео отзывы. Это же был просто мрак, ну, начиналось с чего могла. Вот, последний заказ 4 дня, но 70 просмотров уже есть. Кто-то 70 человек посмотрел, и кто-то уже для себя что-то взял. Кому-то понравилось полотенце, кому-то понравилось на мега, кому-то понравилось ещё что-то. Поэтому видео о заказе. И этим вы даёте пример своим партнёрам. Этим вы даёте рекомендацию своим партнёрам. И точно так же я уже видео о заказе я добавляю на основную страничку брендовую в Instagram. Там, в этом каталоге, когда я загрузила это видео, то есть распаковки люди, я поняла, что распаковки люди любят везде. И моё видео в Instagram, вот это про заказ, заняло просмотров на моей основной страничке моё видео про... Сейчас я смотрю. Про... 2462 человека. Я просто о чём, да? То есть это не обязательно, что должен кто-то что-то заказать. Но я понимаю, что люди влюбляются. Влюбляются в продукт. Влюбляются в коем-то мере в меня, да? Ну, потому что кто-то смотрел. Это уже радует, да? И, кстати, это самый большой просмотр. Ну, то есть самый большой просмотров. А, и один раз было, сынок делится впечатлениями после этого, после геля для волос 2529. Ребят, ну, а начинало, начинало, конечно же, вон, и было мало просмотров. Ничего страшного. Вот видео, подтягивающие капсулы, только 52 просмотра. А следующие, сынок, делится. Я ищу, как интересно, да? То есть, поэтому видеоконтент обязательно должен быть. Или это будет на канале YouTube, или это будет в Instagram. Но на канале YouTube это полезно для вашей команды. Поэтому, ребят, ну, вас любят тоже поэтому. Видеорабочие. Вот, а тут уже посложнее. Задача усложняется. Видеорабочие. Суть бизнеса должна быть у всех. Ну, не ждите, что как-то она появится, вот, без вашего присутствия. Суть бизнеса должна быть ваша. Про стартовую программу, как вы ее видите, как вы ее рассказываете. Я, как пример, у меня есть все видео, которые нужны по бизнесу. Первая встреча, как я провожу. Звонок к кандидату. Включение новичка. Координация партнеру. Ну, а дальше куча видео. Это уже маркетинг-план, возражения, рекрутинг, важные темы. То есть будьте готовы к тому, что когда вы уже становитесь старшим менеджером, директором, вы становитесь лидером для своих людей, вам нужно это все будет записывать. Поэтому начинайте это делать уже сейчас. Какую-то презентацию сделать, какой-то маркетинг-план, что-то по возражению, что-то по сути бизнеса и так дальше. Это тоже понятно. Поэтому плюсик себе здесь мало кто может поставить, потому что еще не у всех это есть. И идем дальше. Буду ускоряться немножко. Дальше. Тоже важно понимать спикерство. Я не хочу сказать, что так активно, как это есть у меня. У меня это очень активно, но я это люблю. Я люблю выступать на вебинарах. Я на всех вебинарах от компании, на всех мероприятиях. Я это люблю. Мне это вот я от этого кайфую, драйвую и так дальше. Если вы, ну, может быть, там тихий, скромный человечек, но вам не придется это делать так часто, но нужно быть к этому готовым. На вебинарах, на прямых эфирах вам нужно все равно появляться у себя. На вебинарах для команды, как ни крути, вам нужно будет появляться. На мероприятиях от компании, когда вы делаете первый свой высокий уровень директора и так дальше, вам нужно будет появляться. Вот последние наши директора, вот Наташа Шаманская, Наташа Шлопак на мероприятиях от компании уже выступали, да. Выступления на вебинарах от компании. компания тоже приглашает, поэтому это выход из зоны комфорта, но этим вы показываете пример своим людям, что они пришли в правильную команду, вы понимаете о чем, да, то есть если вы боитесь этой ответственности, ваши люди, они тоже боятся, да, поэтому нужно вот раскрывать в себе этот потенциал, реализовывать и так дальше, ну то есть это планерочки, созвончики, ну то есть начинайте с этого, прямые эфиры у спонсора, регулярно прямые эфиры какие-то спонсор проводит или какие-то поздравительные вебинары или какие-то вебинары, возьмите и просто предложите, а давай я проведу, с чего начать проводить, начать провести суть бизнеса и начать провести мой ЛТО как организовываю, проще простого сделать первую презентацию, ну это очень легко начать, но самое главное начать, чем быстрее вы становитесь, как обучаете свою команду, тем быстрее вы растете, потому что пока вы еще не обучаете команду, да, команда не видит в вас лидера, вселенная не видит вашу готовность, вот вперед и так дальше, да, поэтому как ни крути, это надо будет, да, возможно не на мероприятиях от компании, там на тысячу людей, но на вебинарах команды и на прямых эфирах это однозначно надо будет делать, уметь учиться и не нужно откладывать этот шаг. Вера, это мы вчера говорили, вера в себя, вера в компанию, вера в продукт, вера в людей, повышайте уверенность обязательно, это важно, потому что вера ваша, она очень сильно помогает вам в достижении результата. Если я верю в то, что могу стать президентом компании, если я верила в то, что я могу стать бриллиантовым директором компании, ну я им есть, да, поэтому самое главное, поверьте вы в себя, и тут поставьте себе свою оценочку. Любовь к себе. Очень многие люди где-то себя не любят, да, и естественно, если вы не любите себя в чем-то, да, тогда естественно вы не являетесь, ну как бы таким магнитом, да, поэтому когда вы любите себя, остальные тоже вас любят, то окружение, в котором вы находитесь, вас любят, поэтому вот любовь к себе тоже есть очень много разных техник, пожалуйста, в интернет зашли, как и полюбят и окружение, вот мне муж не разрешается, ну значит вы не полюбили себя еще настолько, чтобы вам муж разрешил заняться этим бизнесом, чтобы муж полюбил ваше решение заняться этим бизнесом, да, то есть, а если вы любите себя и приняли решение заняться этим бизнесом, муж, конечно же, одобрит, а если муж не одобрил, значит еще или вы не хотите, или значит вы не любите себя, что ваше окружение и ваш муж может запретить вам что-то, да, это тоже важно. Над этим мы всегда говорим и каждый раз щелк-щелк, проваливается жетонечко. Работа над собой, повышать уверенность, повышать самооценку, усовершенствовать свои качества, с каждым днем я становлюсь все лучше и лучше, это важно. Если вы не работаете над собой, если вы сидите в том месте, там, где вам комфортно и не пытаетесь что-то сделать где-то себе, это девятнадцатый номер. О, девятнадцатых два. Ну ничего, значит будет, ну поставьте плюсик, ну будет на один больше. У меня 30 слайдов, значит будет 31. Ставьте дальше. Ну, просто посчитайте. Вот, постоянно усовершенствоваться, читать книги, смотреть, обучаться, где-то себе отказать, кто, вот например, да, кто хочет похудеть, отказать себе там в жирном, кто хочет заняться бизнесом, да, отказать себе в какой-то прогулке и так дальше. То есть это все работа над собой. Ну, это тоже мы более предметно изучаем. Дальше. Любовь к людям. Это у нас очень важно, потому что без этого никто никуда не проберется. По лестнице карьерной. Если у вас есть желание помочь другим, то сами сможете достигнуть хороших результатов. И вот на картинке очень крутая такая цитата, да, «любовь к людям – это и есть крылья, на которых человек поднимается выше всего». Если вы любите людей, вы им помогаете, это все настолько удваивается, утраивается и отдается вам, то есть чем больше отдаете вы, чем больше помогаете вы, тем больше получается у вас. Вот это важно. И четко важно понимать, что каждый человек в вашей команде, партнер, клиент, потребитель, нужно его, ну, как бы, любить, понимать, уважать. Ну, то есть разные люди, и там еще у нас тоже есть слайд, но чем больше вы сможете любить людей за их качества положительные, да, то есть обращать внимание на их положительные качества, да, на их сильные стороны, ну, тем больше будет приносить вам это результат. Да, есть люди в чем-то, ну, не такие, как мы, да, но важно полюбить их за те качества, которые у них есть. Вот, ну, за что мы в основном не любим наших людей, ну, я так, образно, да, вот они не сделали заказ, вот они не то-то там, они не пришли на планерку, вот, но разобраться, в чем причина, тра-тара-та-та-та, и найти в человеке то качество, ну, которое у него развито там сильнее, да, и найти ему какое-то, может быть, оправдание. Дальше. Быть благодарным за все. Каждая ситуация нас учит и дает урок. Важно поблагодарить для того, чтобы впустить в нашу жизнь новые благоприятные ситуации. И опять же, нашла картинку с такой вот крутой цитатой. Мы никогда не получим то, чего мы хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Часто, проводя координации с людьми, недовольны своим результатом. Почему недовольны? Когда начинаем анализировать, ты просто проанализируй, что тебе компания Reflame дала хорошего за последнее время? И начинается очень много хорошего. Почему ты на данный момент недоволен своим результатом? Нужно научиться благодарить за то, что уже мы получили. Иногда нам компания дает авансом, и мы все равно неблагодарны. С этим нужно работать очень четко. Что бы ни случилось, какая бы грубая, плохая ситуация ни случилась, она дана нам для того, ну, чтобы вынесли какой-то урок, но благодарить за все. За все, что случается. И чем больше мы будем благодарны, тем больше нам будет благоприятных ситуаций. Понимать людей, их ситуации, тут вот продолжение любовь к людям, да, вот, если человек там, ну, неотверственный, не приходит там на планерки, не делал им подкаст, просто отпустить. Отпустить, понять, принять и отпустить. И поблагодарить этого человека за то, что он дал нам опыт, как регистрировать, как добавить в чат и так дальше. Понять человека. У него другой путь. Ну, так бывает. Не все люди, которые регистрируются сюда, обязаны становиться здесь директорами, потому что вам это надо. Не все люди обязаны пользоваться этим продуктом. У каждого есть свое какое-то мнение, убеждение, там, на продукт какой-то. И так дальше. Понимать. Все, отпустили. Простить, принять, отпустить и благодарить. Все. Это вчера тоже мы были на встрече с психологом, и она всегда очень-очень важна. Вот такие четыре этапа, да, то есть любую ситуацию. Понять, почему эта ситуация, ну, произошла, да. Второе. Простить. Ну, то есть, ну, прощаю, да. А, нет, принять. Второе. Принять. Принять. Ну, то есть, ну, она уже произошла. Что я могу изменить? Ничего я не могу изменить. Я принимаю эту ситуацию или этого человека с тем его поведением, да. Я принимаю. Простить. Я прощаю. Я прощаю, да. То есть, четвертое. Понять, принять, простить. Отпустить. Прощаю, отпускаю. Ну, и поблагодарить. И поблагодарить. Все. Вот, вы отработали эту карму полностью, да, и вот все. Все у вас дальше получается. Это понятно? Все люди разные, и все люди нам даны для какого-то урока. Никто не обязан здесь полностью подчиняться вам, да, потому что вы тут такой лидер прикольный, да, который вот хочет здесь развиваться и достигать. Но человеку здесь не по пути. Не обижаться, не критиковать, не осуждать. Но это уже идет больше не про действия, да, а вот про качество. Не обижаться на людей, просто сделать вывод. Опять же, ну, предыдущий пункт. Не обижаться. Понять, простить, отпустить, поблагодарить и все. Не критиковать. Вы не вправе, да, у каждого есть своя точка зрения. Не критиковать. И не осуждать. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей. Я все больше и больше замечаю, да, в окружении обсуждение людей, событий. Это, ну, это действительно мелко, низко, да, поэтому, вот, мне нравится, вот, когда обсуждаются какие-то идеи, поэтому я все реже участвую в этих вот дебатах по поводу обсуждений. Обсуждение политики, обсуждение разных ситуаций. Обсуждаем идеи, как мы можем улучшить ситуацию, да, поэтому это очень важно. Это важное качество, которое нужно нарабатывать. Дальше уже более под действием у нас идет работа с информационным листом. Пожалуйста, зашли на сайт управления структурой, информационный лист и работаем по разным показателям. У нас есть вебинары вот наших лидеров, где мы рассказываем, где какие, как там отслеживать людей, стартовые программы, когда человек терминируется, сколько активен, сколько неактивен. Кто хоть раз работал с информационным плюсиком, ой, с информационным листом, можете поставить себе плюсик. Но и то это не жирный плюс. Жирный плюс – это когда каталог начинается с закачки информационного листа. Информационный лист – это ваша структура, это ваша команда, и вы можете там разобраться, что с кем делать, кто какие баллы, кто какие уровни, кто какие акции, кто какие-то шаги и так дальше. Это ваша работа, да, то есть начинать каталог с информационного листа. Многие не начинают, не работают и не учат, конечно же, своих людей, но это большое упущение. Информационный лист. Мы, когда вообще раньше, когда еще не было онлайна, когда еще не было онлайна, вот пришел сын, телефон возьми, да, когда еще не было онлайна, мы очень активно работали с информационным листом, мы каждый каталог распечатывали, и у нас этот лист был вот так вот. Сейчас очень удобно закачиваем и работаем. Там видно людей спонсорских, не спонсорских, видно, кто кого регистрировал, под кого куда, то есть вот опять же можно проработать свою структуру так, чтобы видеть, что происходит в твоей структуре, потому что именно ты ответственен за свой бизнес. Работа с показателями на сайте, пожалуйста, 15% рекрутирования, то же самое есть в этом информационном листе, неоднократно рассказывали, как это, и 70% активности. Вот, пожалуйста, те видео, которые рабочие, да, мы можем увеличивать процент активности по рекрутингу, а те видео, которые по продукту, мы можем увеличивать 70% активности по активности. Вот, с этим тоже нужно работать. Средний балловый заказ, все можно повышать, ну, над всем этим нужно работать, это все серьезно. Уметь пропланировать с партнерами их уровни и цели. Вот сейчас тоже провожу и планерки, и координации, то есть, но, смотрите, как часто бывает, да, есть вышестоящий лидер, который проводит планирование, да, там, со своими партнерами и координацией. Нижестоящий партнер не берет на себя такую ответственность, потому что есть вышестоящие, которые лучше это делают. Когда вы собираетесь расти? Ну, важно мало того, что самому уметь пропланировать, но если у вас появился 0% человек, важно с ним пропланировать 3% или 6%. Ваш вышестоящий спонсор-директор не может планировать с вашими всеми новичками. И от этого страдает рост и развитие вашей структуры. Это понятно? Как пропланировать уровень 3%? Ты, да я, да мы с тобой сделали по 50 баллов, и получилось 150 баллов. Ну, проще простого. Сколько раз учим, сколько раз показываем примеры, поэтому берите ответственность на себя. Поэтому напишите себе жирный плюс, если вы это делаете. Идем дальше. Очень классный совет. Уметь найти любой ответ в гугле. Я там ищу все ответы, ищу там. Ну, это очень важно, уметь пользоваться поисковиком в гугле. Мне это поможет тоже вам достичь. Когда мне надо провести планерку, и надо какую-то тему поднять, я захожу в гугл, прописала, да, там, как повысить уверенность, или как повысить любовь к себе, или как повысить веру и так дальше. Вот, пожалуйста. Я захожу, беру информацию. Если я до этого где-то его не изучала, не учила, на тренингах не проходила, гугл всегда в помощь. Как найти описание продукта? Просто код продукта вводите, гугл выдает вам описание продукта, да. Рекомендации, сводчи продукции, пожалуйста, в гугле. Тоже очень круто все найти. Поэтому, если вдруг вам кто-то не отвечает где-то в чате, вы знаете, что обратиться можно сразу в гугл. Да, я тоже всегда пользуюсь гуглом. У меня все, все запросы. Так, и осталось у нас всего лишь несколько слайдов. Смотрите, общение, окружение – это уже 50% успеха. Это есть такая формула, да, и то, с кем мы общаемся, о чем мы общаемся, об идеях или об людях, да, это все ведет нас к результату. Поэтому находить и общаться с успешным окружением. Вот еще тоже есть, да, сколько вы хотите зарабатывать, да. Вот просто возьмите 5 семей, с которыми вы чаще всего общаетесь. 5. Доходы их, приплюсуйте доходы, да, ну, у того 10 тысяч, у того 5, у того 15, у того 20, у того 30. Приплюсуйте и разделите на 5. Ну, то есть вы и 4 ваше окружение, да, самое чаще, с кем вы общаетесь. И разделите на 5, и вы получите среднюю сумму, к которой вы можете максимум выйти. Поняли? Вот, например, у вас есть одна семья, их доход составляет 10 тысяч гривен, вы вторая семья, ваш там 15 тысяч гривен, третья, ваша семья, у них муж плохо зарабатывает только 5 тысяч гривен, да, жена нигде не работает, четвертая, ваша семья, окружение, у них там 7 тысяч гривен на двоих, да, и пятая семья, ну, пускай там еще тоже 15 тысяч гривен, да, и берем теперь, добавляем, добавляем 10 и 15, 25 и 15, 30, 40, 5, 40, 5 и 7, 52, и 52 разделите на 5, 10 тысяч, ваш потолок 10 тысяч. Поняли? 52 в сумме вы все получаете, разделить на 5 семей, разделить на 5 семей, где-то тут разделить, и равно 10 тысяч 200, да, 10 тысяч 500, это потолок ваш доход. Ваши доходы начнут расти, когда вы начнете менять свое окружение, то есть, но это, это так есть, поэтому добавляйте к себе в окружении успешных людей, те люди, которые больше зарабатывают, у них и разговоры другие, и идеи другие, и какие-то стремления другие, мечты и цели другие, и вы заряжаетесь этими мечтами и целями, поэтому это тоже важно, да, поэтому, ну, хотите общаться с этими людьми, общайтесь, общайтесь до последнего в своей жизни, но просто понимайте, что, чтобы вылазить дальше, нужно общаться с теми людьми, которые тянут вверх, потому что тех, кто тянет вниз, их очень сильно много, достаточно и так, поэтому это очень важно, меняйте окружение, читать книги, прочитать книги мы тоже говорили, обучаемый человек, но читать книги, это отдельно, то есть, читать книги должно быть у вас жирный плюс, и в нашем случае быть преданным компании, но я преданна компании, в чем заключается, да, я люблю продукт, и рекомендую продукт, я везде участвую в разных акциях от компании, да, там, и в бизнес-прокачке, и везде общаюсь с менеджментом, с астмами, я везде поддерживаю какие-то инициативы компании, я везде посещаю мероприятия компании, да, потому что я понимаю, что на мероприятиях компания выкладывается для нас, вот, и, ну, я ценю все то, что делает для нас компания, и никогда я не предам эту компанию, которая помогает нам менять свою жизнь, поэтому, теперь, а, еще у нас что-то есть, а, все, это, можно пролиснуть слайды с одного по восемь, так, теперь подсчитывайте свои плюсики, кому надо, я пролиснула, быстренько подсчитывайте свои плюсики, и сейчас, среди тех, у кого будет больше всего, сейчас я возьму листочек, 23, у кого больше, у кого больше, аукцион, 23, так, 23, у кого еще есть 23, второй слайд, третий слайд, четвертый, сейчас вы видите у себя, там где есть минуса, и начинайте над ним работать, я скину презентацию, и, я скину запись, потом по записи будете, но мы не можем сейчас, из-за тех, кто пропустил, пятый слайд, у кого есть еще 23, пока написала только Лида, 23, а вроде бы все просто, я вот писала, и мне вот, ну, в принципе, сложного ничего нету, у нас Наташа 24, так, в общем-то, давайте, у кого еще есть, у кого еще есть 23 и 24, Лида, Волк, 23, Наташа, шлопак, 24, будем, у кого еще есть 23 или 24, Бабич, Наталья, 23, ЧЕС Наташ, отвечали, да, значит, скоро директора, однозначно, так, 5, 6, 6 слайд, кто не видел, кто не видел, шестое, седьмое, напишите вот, вот те, у кого вот не сильно большое количество плюсов, о чем вы не знали, мне кажется, мы столько даем информации, что все все знают, вот есть то, что вы не знали, над чем нужно работать, мне кажется просто, что вы всю эту информацию знали, просто не делали, напишите, вот почему у вас мало плюсов, ну вот по какой причине, из-за того, что вы не знали, или из-за того, из-за того, что вы не делали, ну, мне кажется, все-таки, из-за того, что не делали, потому что везде мы говорим, что нужно делать, как и так дальше. Не делала, не делала. Так, Саш, тебе продолжать дальше, 9 слайд. Кристина Баклажова, я тоже допишу, но как бы, потому что всем я уже проводила, к предыдущим участникам координации. Кристина Баклажова, 22, у кого еще плюсы есть? У Наташи 24, Саша, 10 слайд, 10 слайд, 11 слайд, ну все, ребят, я изначально ванила, промоушен скидывала, что нужно с блокнотиком, что нужно внимательно смотреть, потому что, когда вы, вот часто тоже замечаю, что обучение смотрим, ну, чтобы оно как фон играло, ну, если просто думать о том, что я даю за информацию, да, она всегда нужная, важная, и если ее внедрять, тогда все будет получаться. Саша, 12 слайд, в общем-то, Кристина Баклажова, я тебе проведу координацию, потому что всем остальным я проводила, кто много плюсов написал. И Сашу Морозу, и Сашу Морозу проведу, у него сейчас 30 плюсов, однозначно. Саш, 13 слайд. 14 слайд. Саша, 35. И 15 слайд, Саша. Так, полезно было? Напишите, напишите какие-то полезные инсайты, взяли для себя? Что-то, давайте, давайте еще, кто какие полезные взял для себя выводы? Над чем нужно работать? Что больше нужно? Ну, а самое главное, это, смотрите, так, теперь, потому что сейчас у нас будет очень много видеоблогеров, это однозначно, сейчас все пойдут снимать видео про продукт, но самое главное продолжать вывод делать на том, что основа – это рекрутинг, основа – это рекрутинг. А остальное… Боже, Саша, ты вообще не смотрел и хочешь координацию, так нечестно, не буду. Все было корыстно. Ну, вот, если все начнем применять, если все начнем применять, обязательно будем лидерами, будем лидерами с высокими званиями, знаниями и обязательно. Саша, все, до свидания. На, смотри. Саша у нас уже индивидуальный идет разговор. Так, инсайт, у Лиды Вовка инсайт был заработок по точению, это да, я уже неоднократно рассказывала про это, потому что я хочу много зарабатывать, я северукам всегда писала, а вы считаете моим окружением, если мы с вами онлайн. Ну, то есть, да, сейчас они уже, ну, как бы с нами и близкие друзья и все такое, да, ну, как бы, но я настолько хотела менять свое окружение, потому что у меня не было людей в окружении, зарабатывающих много, и мне их негде было взять. Ну, где я их возьму, если я мамочка в декрете, и со мной в парке гуляют такие же мамочки в декрете. Поэтому я начала общаться с северуками на вебинарах, для того, чтобы они были моим успешным окружением. Ну, и так дошло дело. О чем общаются бедные люди? О проблемах. И когда вы с ними в окружении общаетесь, вы только о проблемах и общаетесь. Поэтому, ребята, это тоже, да, инсайт. Так, Саш, ты все там уже вопросы себе запечатлел. Так, видео о заказе каждый день, развивать YouTube. Да, думаю, было полезно. Много жалоб. Да, 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 а это все нужно, нужно убирать полностью. Так, Саш, все. Рада, что была полезна. Рада, что была полезна. Работаем дальше. Обучаемся, наполняемся. И этот год мы работаем с вами над тем, чтобы вы достигли своих поставленных целей, результатов. Ну, только работаем, работаем совместно. Саш, давай, говори, сколько у тебя баллов. Ну, 24, молодец, Саша. И ты координацию заработал, напиши. Напиши мне в личку. Саша Мороз и Кристина Баклажова. Напишите мне в личку по координации проведем. Все. Рада, что была полезна. Всем хорошего дня, хороших результатов. Пока-пока. Саша Мороз и Кристина Баклажова.